Добрый вечер Назад по вселенной Доброй ночи в студии Мартин Ландерс И я приглашаю вас в электрическую вселенную На территории которой мы с вами проведем Два часа на волнах Хорошего настроения, конечно же Сегодня будет звучать Ну просто много русской музыки И если успеем, то в первый час программы Мы услышим Крафтверк Томас Груберский Гендальф И супер свежую работу немецкого коллектива Master Tune Но всего этого может и не произойти Поскольку сегодня очень многое, мои дорогие Зависит от вас Непосредственно от ваших Телефонных звонков У нас в студии гость Московский композитор Вадим Пицунов Пожалуйста, встречайте Добрый вечер Добрый вечер еще раз, Вадим И добрый вечер всем Ну, очевидно, прежде чем мы будем Разговаривать с тобой О тебе и о твоей музыке Мы, наверное, что-нибудь послушаем Для начала, да? Я думаю Вот И давайте послушаем композицию Которая называется «Атака» Напоминаю, телефон студии 233-72-22 И мы вместе с Вадимом Ждем ваших звонков А пока что «Атака» Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Вадим Пицунов, композиция «Атака» Вадим Пицунов, который у нас сегодня в студии Радио Рокс И мы начинаем нашу беседу Нашу ночную беседу На волне хорошего настроения Ну, прежде всего, Вадим, очевидно Самые элементарные Автобиографические сведения о себе Ну, что Для начинающего композитора я уже немножко староват Мне через пять дней уже 38 Ну, по-настоящему заняться электронной музыкой, которая, в общем-то, требует большого вложения и средств, и сил Вот У меня появилось, возможно, где-то последние четыре года После того, как мне удалось убедить руководство российского телевидения Создать студию электронной музыки для российского телевидения Даже можно так сказать, что мне помог путь В определенной степени Потому что после того, когда, так сказать, победа была одержана На волне всего общего этого подъема Очень много проектов могло быть реализовано Так, в общем-то, вышло из моей студии И сразу, сразу, сразу вопрос А почему электронная музыка? А почему ни рок, ни поп, ни джаз, ни техно, ни рэп, я не знаю? Почему электроника? Ну, многое из того, что ты назвал, я как бы прошел Потому что школа, она нужна И в своей жизни я занимался и классикой, и роком, и джазом даже Ну, то есть джаз, он все-таки в определенной степени Помог мне оформить как-то музыкальное мышление Способность к импровизации То, что мне помогает даже в электронной музыке Потому что электроника — это только на очень поверхностный взгляд А музыка, которая создается компьютерами, секвенсорами Это помогающее устройство На самом деле, музыку создает только композитор Ну, это понятно, я думаю, не только мне, но и всем нашим слушателям Которые слушают эту самую электронную музыку Хорошо, а вот композиция, которая прозвучала «Атака» Что ты конкретно можешь сказать о ней? Для меня это довольно знаменательная композиция Потому что это была практически самая первая композиция Заготовку, которую я сделал в студии российского телевидения То есть исторически это первая вещь, сделанная Ну, как бы заложенная в память Чтобы я потом мог вернуться, доработать, что впоследствии было Потому что, как правило, существует три-четыре, иногда больше дублей Одной и той же вещи Когда ищется наиболее подходящий вариант Ну, как бы более отвечающий тому настроению, в котором это создавалось А такие вещи, как плагиат, как влияние других авторов на твое творчество? Ну, плагиат это не мне судить, мне трудно сказать Нет, я имею в виду осознанный плагиат То есть были какие-то мысли копировать, но по-своему музыку того же Жанна Мишельжара, Клауса Шульца Вот что-нибудь взять от них и вставить в свою музыку Пожалуй, все же нет, потому что, ну, это их музыка Это их мир, это их душа, это их мысли То, что делаю я, где-то влияние определенное есть Потому что я воспитан на, как бы себя воспитывал Особенно в разделе электронной музыки На музыке Tangerine Dream, Клауса Шульца Был определенный момент всплеска интереса к музыке Жанны Шульжара Потом немножко я от него отошел Ну, в силу каких-то, может быть, своих чисто внутренних соображений Хорошо, спасибо, пока Давай немного разберемся с телефоном, который у нас уже просто красный здесь в студии А пока мы будем разговаривать с телефоном Мы послушаем, опять же, твою композицию, которая называется «Сталкер» И я так подозреваю, она имеет непосредственное отношение к творчеству Андрея Тарковского Совершенно верно Итак, «Сталкер» на волнах радиорокс Вадим Пицунов Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Дин ГОМ» Это очень болезненный для меня вопрос Я могу сказать так Что все что сделано Вот начиная от создания студии И окончая компактдиском Я все сделал в одиночку Как правило Люди либо вкладывают деньги Либо вкладывают время У меня получилось так Что я вложил время И поэтому в общем-то Диск Основные вещи Которые записаны Где-то в 92 году Извини, я тебя перебью Давай все-таки послушаем Телефон Кто-то к нам сумел сегодня дозвониться Алло, мы вас слушаем Алло 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 Я вас слушаю Добрый вечер Скажите, вот можно у вас спросить? У меня или у Вадима? У вас Хорошо, пожалуйста Я как-то вам звонил И спрашивал про Петера Мергенера Ну и что? Там, где его вещь Начинается с Выдержки Библии Давайте вы чуть попозже Позвоните, пожалуйста, мы с вами пообщаемся У нас сегодня в гостях композитор Я предполагал, что вопрос к нему Извините, попозже, пожалуйста Так, продолжим с тобой Беседу Вот И, соответственно, конечно Проблема с выпуском компакта Как такового Я, например, очень благодарен Фирме Испас Которой я, в общем-то, продолжаю Сотрудничать И в которой я одно время работал После ухода с российского телевидения Фирма занимается таким Высококлассным оборудованием То есть на самом высоком уровне Что имея возможность просто в порядке ознакомления с оборудованием Сделать какой-то готовый продукт Конечно, для меня была большая удача И тут цепочка удач Тебе просто повезло Да Определенная цепочка удач Но, как я где-то слышал, я уж попридерживаюсь такой мысли Хотя иногда она не срабатывает Выигрывает тот, кто умеет ждать Ну, я очень надеюсь, что ты сможешь дождаться своего звездного часа Тем более твоя музыка, по крайней мере, на мой взгляд Представляет большой интерес И я думаю, зеленый свет будет гореть тебе впереди А пока давай еще послушаем одну твою композицию Которая называется очень, я бы сказал, трогательно-романтичная Композиция называется «Домой» Ну, домой я тебя еще пока не отпускаю А пьесу мы послушаем «Домой» Вадим Пицунов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok 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 он еще в студии. Спасибо тебе большое, что ты в столь поздний час посетил нашу студию. Я все-таки надеюсь вскоре зайти в любой магазин, торгующий компакт-дисками и приобрести твои альбомы. Спасибо большое. Ну что, всего доброго. До свидания. До свидания тебе. Счастливо. И как бы продолжать тему русской электроники, в эфире очень-очень молодой новоявленный коллектив, тоже из Москвы, который называется Agony Aunt. Очень профессиональная и довольно интересная работа Columbia Sun. Группа московская, солнце, как вы видите, колумбийское. Эта работа была записана буквально несколько дней назад. Так что встречайте Agony Aunt. Анатолий Ау. Анатолий А. Анатолий А. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Метрополис 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Беспросветная мгла отчуждения Радуются, дождавшиеся, мучаются, покинутые Отзвук самого себя над самим собой И твоих рук предвосхищение над моей закованной свободой Над моей законченной судьбой Я в их безумные объятия, как смерть свою, бросаюсь с головой. Кружится голова и застывает боль. И мириады звезд меняли облик свой, и ядом мысли все отравлены тобой. Маятник жизни и рвущаяся нить. Мы поняли, что ничего понять не можем, и смысл бесконечен. Пережитое, пережить. Лунная боль бездомья, призрак мечты, исчезни. В горле слова и кумья, пытка и боль, воскресни. Как стройки олова текли слова, сквозь мутный взгляд, сквозь голову. И растекались насомнениями изъеденные ночи. Укол, укус и легкий нервный стон. И душит липкая луна мои раскрытые глаза, Мой удивленный взгляд. И, зажимая горло, ссыпает на зрачки толченое стекло. Раскрыв колодцы пустоты, Бездонны, глубоки они. И я ползу, цепясь нервно за углы, Что режут пальцы, рвут в немую грудь. И падаю, взметая пыль во тьму и боль. И память каменеет, пыль волоча и пепел за собой. И шевеление задубившим ртом, Цедя слова, увязшим языком. И тень распластана на камне и на стенах. В полу безумия увязли мозг и губы. Из рваных вен течет и застывает боль. Сквозь пелену признаний и страстей Твои глаза печально смотрят на меня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!